Приветствую вас, я вам отвечу с точки зрения психотерапии. Значит, смотрите, какая штука получается. Ваш муж ушел, вот. По-моему, это на то были причины определенные, и мне кажется, что для начала нужно их, эти самые причины, почему ушел ваш муж, выяснить. То есть, что сподвигло вашего мужа к тому, чтобы уйти. Какие у него для этого основания. Это нужно выяснить. И после этого уже смотреть, что лично вы можете сделать для того, чтобы его вернуть. Зачем вам вообще возвращать человека, который ушел от вас? То есть, ну, зачем вам такой мужчина? Вы говорите про то, что без него не может. Ну, вот, по факту, да, вы говорите о том, что вы не можете без него, по факту вы говорите, что все ваши мысли, они возвращаются, как бы, к нему, да, к мужчине. И, на мой взгляд, это тоже то, что нужно поисследовать. То есть, почему вы без него не можете. Очень сильно это просто. Напоминает зависимость, зависимые отношения. Понимаете? И мне кажется, что вот это также нужно поисследовать. Понимаете, понимаете, да, о чем идет речь? Если у вас есть зависимость, если вы не можете без мужчины, если все ваши мысли о нем, то, возможно, иметь место без зависимости, его нужно разобрать. Дальше, вы говорите. Будем ли мы счастливы? Счастливы. Кто вы? Почему именно вы? Говоря про счастье, вы имеете в виду вас обоих только. Но вы не говорите лично о себе. Понимаете? Ваше счастье формально не зависит от счастья другого человека. Знаете, какая штука? Формально. Поэтому за свое собственное счастье вы несете ответственность саму. И в этом смысле я понимаю вас, почему вы хотите, чтобы мужчина вернулся, ибо без него счастливой вы себя не чувствуете. Но таким образом получается, что вы перекладываете ответственность с себя за свое счастье на мужчину. И от этого, вероятно, страдает не только он, не только вы, но и дети. Понимаете? Также я бы хотел заострить ваше внимание на том, что, судя по описанию, это уже не первый мужчина, с которым у вас не складываются отношения. Потому что вы сказали, что у вас трое детей, и один ребенок не от мужчины, который ушел. Значит, если это не первые, не удавшиеся отношения, то возможно сценарное поведение. То есть некие систематично повторяющиеся элементы вашего поведения, которые приводят к такому результату. И это также нужно разбирать с точки зрения психотерапии, с точки зрения психологии. Нужно разбирать, как вы выстраиваете отношения с мужчинами, на фоне чего вы выстраиваете отношения с мужчинами, на каких фундаментах, на каких основаниях вы выстраиваете отношения с мужчинами, что общего между вами и мужчиной. Вот это, мне кажется, важными моментами, если мы хотим вам, условно говоря, ну, помочь, да, если мы хотим, условно говоря, что-то для вас сделать. Вот, поэтому мы хотим помочь вам разобраться в этой ситуации, которая сейчас, ну, происходит. Вот, соответственно, такая история, вот, соответственно, такой момент. С точки зрения психологии вам можно ответить примерно так. Если вы хотели ответ больше по предсказаниям, то вам нужно обратиться в раздел эзотерики. Ну, вот, там вам помогут.cific, там вам дадут именно ответ с точки зрения предсказания. Ну, там так же по фото что-то могут ск- что-то могут сказать. Ну, вот, такое более, более то что вам нужно. Скажем так. Есть раздел психологии, психология работает с клиентом, поэтому нам нужно больше информации именно о вас и о ваших отношениях с мужчиной. Ну и последнее, это то, что, на мой взгляд, вы ведете себя так, как будто нет никакой ответственности, ну, вашей ответственности, в том, что вот, что произошло. То есть, вот, ну, мне так видится, по крайней мере, нет, вот ваша ответственность в том, что произошло. Хотя, ответственность есть, ответственность есть, ну, хотя бы потому, что отношения устраивают два человека, вот. И, соответственно, вы также в той или иной степени отвечаете за то, что происходит с вами, вот. Поэтому я искренне надеюсь, что мой ответ поможет вам что-то для себя лучше понять. И после этого, подкорректировав, посмотреть, что можно сделать для отношений ваших мужчин. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если понравился, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.